Субтитры создавал DimaTorzok Мы видим, что есть много хорошего благополучия на обеих сторон в Северной и Северной Корее. В прошлый год, в Олимпиях, в Северной и Северной Корее были вместе вместе. В Северной и Северной Корее выступали как единое... Кто-то может сказать, что это небольшое, но это символизирует нечто важное. Мы знаем, что в основном конфликта была медленность международных интересов. Это не индивидуальный конфликт. Это не на почве этих двух стран, но в этот конфликт были вовлечены также другие мировые стороны. И я верю в то, что те разноклассия, которые случились сегодня, они не завязаны только на этих двух сторонах, но на общей мировой ситуации, с которой мы сталкиваемся на сегодняшний день. Итак, я хочу перейти к анализации мета-нерративу. И я хотела бы такое мета-повествование озвучить. Человеческая раса, она еще не эволюционировала в достаточной мере до той степени, чтобы понять, насколько важно не иметь конфликта друг с другом. Есть определенные группы в мире, которые считают, что на почве конфликта они могут для себя что-то хорошее выгудить. В этом заключается действительно проблема большая. Огромная ошибка дипломатов, которые приходят на различные дипломатические встречи, преследующие целью обретения мира, считают, что все остальные также преследуют те же самые цели обретения мира. Это неправда. Многие преследуют свои интересы. Но мы очень оптимистичны, и мы смотрим на какие-то светлые горизонты такой ситуации, надеемся, что впоследствии многим личностям удастся понять, что конфликт очень дорого обходится каждый из сторон. И процветание приходит от кооперации, это взаимодействие друг с другом. Многие партии преследуют свои интересы каждый из сторон. И как мы можем преодолевать конфликты интересов либо через взаимодействие, либо конфликтуя друг с другом? Раньше все люди жили племенным образом жизни, но постепенно пришли к тому, что лучше образовывать целые нации. Таким образом развивался закон. Чтобы гарантировать какие-то правила взаимодействия с другом. Мы видим, что романское правило преследовало в Европе. И в 1215 году мы видим, что романское правило преследовало в Европе. И мы видим, что какие-то правила взаимодействия людей друг с другом получили свое основание во времена Римской империи, когда было установлено римское право, и после это римское право оно его лизонировало в законы, которые в Англии были позже записаны, внедрены в 1215 году. И дальше в Соединенные Штаты Америки это перетекло через много веков позже. То есть эта система проглядывается. Таким образом, между различными компетентными системами правила, Конституциональная правила, которая развивалась через эту историю, уже превратилась во всем мире. Таким образом, основание этой правилы правильного правильного здорового взаимодействия между людьми на основании взаимности. То есть, первое правило правильного здорового взаимодействия между людьми — это открытость сторон. То есть, присутствует гарантированность, какая-то честность есть, открытость. Есть добровольное взаимодействие, то есть никто никого не понукает к чему-то силой. И также принцип не причинения вреда третьим сторон, когда две стороны преследуют, имеют целью какую-то договоренность, то третья сторона от этого не страдает. И мы видим, что, например, какой бы нации мы ни посмотрели, то тогда, когда идет нарушение принципов взаимодействия, то тогда возникают войны, конфликты, непонимания. Это указывает на то, что если люди, они правильным, здоровым образом взаимодействуют друг с другом, то тогда они достигают успеха и процветания. Если же они нарушают границы друг с другом, действуют несообразно интересам друг друга, не учитывают интересы друг другу, то тогда такая неправильная коммуникация ведет к конфликту. В предыдущих временах в истории, различные формуляции общества, как коммунизм и различные диктатуры, они почти полностью исчезли от мира. Мы не можем сказать, что сегодня Чина действительно коммунистическая. Это более националистическая. Китай более националистичная, а не коммунистическая страна. Почему? Потому что все тиранические формы управления, все те формы управления, которые приносили какие-то не приносили хороших плодов, они практически все стерлись с лица и земли. От них от всех отказались. Почему все это уходило брось со временем? Потому что те люди, которые чувствуют поощрение, какую-то поддержку, они более продуктивны. От чего люди чувствуют себя поддержаны? Когда им дают возможность обладать собственностью. Право на собственность. Право на проявлению к начинанию какой-либо деятельности. Право на выражении себя. Право на социализации. Поехали Mooji И позволяет firmе выбрать какие-либо проекты преимущества и какие-либо проекты преимущества. Свобода общения с другими, и также, когда мы смотрим на рыночные отношения, это свобода выбора, что я хочу купить здесь или хочу купить там, никто меня за это не задавит. Что мы видим, если мы посмотрим на исторический пример развития человечества, то те парадигмы закреплялись человечеством, которые несли что-то позитивное, которые несли какую-то были врос, несли что-то хорошее, они закреплялись, и им люди продолжали исследовать, что было неприемлемо, но постепенно отпадало, не принималось на ура. Несколько лет назад, там были разные типы легальных системы, но сейчас это более-менее университет, интернациональный легальный систем. Таким образом, мы видим глобализацию оптимальной парадигмы. И это не только касается тех законов, которые принимаются различными мировыми странами, но также это касается и экономических парадигм, которые также внедряются, глобализируются. Это касается коммуникации, это касается науки. И открытый обращение науки между всем народами, это помогает всем. Конечно, это касается транспорта. Но последний элемент пазла, касающийся правильного человеческого развития, относится к духовности. Я профессиональный ученый ученый по изучению ведической литературы. Это касается научной методологии в отношении к духовности человека. Таким образом, мы видим, что человеческое сознание существует в спектре между осциллятывающим и обеспечивающим зданием и спокойным зданием. Это спектр психологии человеческого ума. Таким образом, у нас есть целый спектр синусоида, более светлые состояния. То есть мир во всем мире – это внешнее проявление внутреннего мира в сердце человека. И этот внутренний мир развивается благодаря следованию религиозным принципам. Теперь, это не может быть сказано, что есть индийский бог, американский бог, русский или корейский бог. Бог – корейский, японский, китайский, индийский и русский. Бог – истина, есть истина. Поэтому принципы религии должны также иметь такое вселенское применение. Что такое религия, согласно ведической парадигме и ведическому взгляду? Она подразвивает под собой чистоту, правдивость, сострадание. Таким образом, когда эти четыре характеристики становятся умиротворёнными. И в этом состоянии есть возможность общения, реализации Бога. И подобным образом, как существуют определённые правила взаимодействия между Богом и людьми. И это очень важно. Потому что, если мы только материалы, только биологические машины, то никто не имеет никакой ценности. И когда человек получает вдохновение, когда он с высшей реальностью соприкасается с Божественной энергией, тогда он может получить вот эту площадку, этот фундамент для мирного существования. И вот эта духовная жизнь, этот духовный базис, который будет поддерживать человека, он будет являться новой оптимальной парадигмой к тому, как достигать мир. Потому что без милости Бога никто не достигнет успеха, никогда не будет присутствовать никакого мира. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.